Доброго времени суток дорогие друзья гости и подписчики моего канала с вами GoodMan и сегодня у нас на повестке дня это прохождение бонусной главы в игре лабиринт часть под номером 3 царство кошмара так а где у нас тут этот бонус это пока мы не будем делать да нам это не интересно я хотел посмотреть сколько нам осталось локации еще шесть локации я вчера правильно посчитал может быть в игре появится да игра бонусная глава давайте посмотрим что нам приготовили разработчики сейчас будет авария увидели это на заставке бонусной главы стоп вот и дуэн и и и манна а ман ман стойте 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 а то есть дону в кем а дурак и не не Ты никогда не сможешь избежать меня! Я не боюсь, я горжусь! Есть монстр, блокирует мою дорогу в дом! Это твоя память, пребывая против тебя! Эти птицы должны быть виноваты к свету! Они отлично! Это девчонка, которую я очень страшна! Звучит из моего прошлого! Ну, как ты его боролись вчера? С помощью одного старого мечта! Но она в моем изучении! Супер! Вот за этот сюжетный поворот разработчикам большой плюс! Плюс это говорит еще о том, что наша героиня была участницей событий в первой части! То есть это же она и была! Как ты его выкрутишь? Тут же фара получилась! Тут же фара получилась! Есть! А! Есть! Где下一 cri появился? Ну вот что! Cole! Дop Halj ,я đã Richardsotes! Т카르� чтобы replen frozen! Их 어렸을 만 skateboard! Готов! Тessed или в один romcenter! Он показывает? Необходимо! А! Там был последний français, Контрered, а! Василий , С jetавència! Стол preachу! Теперь подыкнеб cé más! Для тех, друзья, кто не смотрел первую часть, я сейчас попытаюсь по-быстрому, если, конечно, у меня получится рассказать вам, что было там. Наша девушка приехала в город, в котором все оказались в состоянии какого-то непонятного сна. Кто успел с города уехал, кто не успел, там остался. И дело в том, что вот эта девочка дух, я уже вот эти подробности не вспомню, но, в общем, она являлась причиной этого всего. Она питалась силой людей. И там даже был какой определенный ритуал. То есть, если ты попадаешь в число избранных, то ты как бы живешь. Если ты не устраиваешь девочку и как-то своими кошмарами бороться не можешь, ты умираешь. То есть, ты в настоящем жизни умираешь. Очень много людей погибло в первой части. Мы это все видели. Там целая палата была заставлена в другой реальности вот этими вот... как это сказать кроватями, на которых лежало много-много людей. Поэтому, друзья, я приятно удивлен, что разработчики решились на такой момент. И в конце мы вроде как победили, потому что у нашей девочки был сообщник. Мы в итоге победили, но она обещала вернуться. Как видите, она свое обещание полностью в принципе сдержала. Мне еще приятен тот факт, что мы играем за ту же девушку, что и была в первой части. Вот это очень круто. То есть, наша героиня уже даже определенный стаж имеет. То есть, у нее уже два получается вот таких вот необычных дела. И это в принципе объясняет тот факт, почему она так уверена вот со всеми этими духами и прочей швалью, если так можно выразиться. Она успешно боролась. Потому что у нее уже есть определенный опыт борьбы с... вообще... опыт столкновения с такими вот паранормальными вещами. Не забыть код замка снова. Это что, код замка? Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, не хочет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готово Субтитры сделал DimaTorzok Должно получиться 6 DimaTorzok Так, тут все Тут что-то еще было Шипучка Банка газировки Ну, смысл тот же получается На кухне мы все дела поделали Теперь давайте отгоним А тут что-то не заправлено Получается Мне-то и делать получается Больше особо нечего Чем-то заняться еще А-а-а А как вот Что дальше Да, как-то я не подумал Честно, друзья Пауков О-о-о Как я по тебе соскучился Ну что ты так Она так рада тебя видеть Привет-привет Обождите Я лучше вот так сделаю Кристин Ты делаешь прекрасно Ты ближе О, да, я спросила Как это, что ты можешь поговорить с мной? Конечно Это не реально я Я просто проектирую Ты послалил, чтобы guide you О, как милый Сам себя не похвалишь Никто не похвалит Призрак, 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 призрак Раздвоенный пруд О, тут нас ожидает Сколько всего И что делать? Нет стрелок Ах ты ж чёрт Сейчас я тебе дам Всё Лобак Сода Отлично Предметов понабирали Так Первая сцена поиска Вот И сцена поиска Как надо Даже аппетитно Я б сказал Продолжение следует... вот тебя то я искал у тебя нет такого хлебушка красивого такой колбаски печенье где-то то помидоры что вот это такое ну это как помидору я не могут помидор нигде найти если честно вот он были на я ищу такой же нарезанный на столе такого же красавца плохо я прохожу эту сцену поиска если честно вот что меня еще смущало кому время наверное не знаем его знать и не надо так а и и Субтитры создавал DimaTorzok Прикольная мини-игра Красотка Ой, ты уже тут И ключик как ты спрятал Это интересно Так, скребок Наверное здесь Субтитры создавал DimaTorzok Тут же всюду все завершено И на улице все закрыто Осталась только одна локация Это, друзья, еще одна Да, такое только фантазии можно придумать Вот что мне надо Код замка Я его не понимаю Он записан Только непонятно как Как сейчас быть 4163 Ну, все Ой-ой-ой-ой-ой-ой На меня куклы напали, друзья Так, ищем Вот это, наверное, единственный предмет Который здесь Какие страшные пупсы есть тут Ловец Вот-вот С ума сходим окончательно Ух Ну, что, друзья Финал нашей истории Все закончится здесь Обрывок кальки Ловец Снов Лабиринт Оказалось, что это менялось Связка ключей Паук Звезда Шприц Рыба Пугало Секретная папка Собака Банка С мозгом Ну, что здесь меняется Покажите мне этот морфинг-объект Я его найду Еще одна ачивка будет наша Надо разгребаться здесь А то что-то Связка ключей Что-то какой-то поиск для меня сложный Звезда Собака Шприц Рыба Банка с мозгом Ну, что, друзья Что тут меняется Вот пугало А что тут меняется Я не вижу, что меняется тут Что самое обидное Просто буду нажимать Пока не найдем Все, кроме пугала Точно, видите, не тут Как я и предполагал Неужели какой-то из шариков меняется И надо его найти Это, конечно Не есть хорошо Слушайте Обалдеть Я уже все понажимал Эмблема мозга Это только одна из четырех Вот так вот Одна локация А тут еще нам дел, друзья Обрывок кальки Это не отсюда, нет? Так, два Это же отсюда Сто процентов Пришла что это такое это головоломка ваша вы издеваетесь так ну давайте финальная задачка хотя вроде я уже получил даже ачивку а и Продолжение следует... Да уж. На себе ловят снов. Продолжение следует... 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 Вот, ну, с этим демоном мы вроде как поборолись, и все хорошо. Возможно, на этом история этого персонажа, то бишь нашей героини, возможно, и закончится. То есть это финальное, возможно, ее расследование будет. Но если мы к ней вернемся, я буду не против. Вот. Что хочу сказать. Вообще в игре сразу, вот, мне лично не понравились головоломки. Они очень были простенькие. Это не характерно для MadHatGames. У них, да, они не отличались от особой сложности, но они были в меру сложные. То есть где-то что-то надо было немножко подумать, придумать. Здесь же всего этого вообще не наблюдается. То есть, я не знаю, настолько просто решаются задачки. Плюс еще вот это на фоне того, что идет полное казуаливание того, что мы видели. То есть идет фактически по одной-две локации. Между ними мы все делаем и двигаемся дальше по сюжету. То есть остальные локации, которые мы уже, на которых мы уже были, они, по сути дела, нам не нужны. Я считаю это как-то... Очень странно. Вот. Вот цены поисков в бонусной главе были, на мой взгляд, интереснее. На мой взгляд, были интереснее, чем... Чем в основной главе. Если учитывать, конечно, общий объем. То есть было и по списку, было и не по списку. И вот эти вот те же куклы. Вроде бы, кажется, опять скажете, там собаки были, тут куклы. Нет. Здесь все было вот именно в тему и в меру и вот в нужный самый момент. Так что это, конечно, все дело вкуса. Но в целом, игрушка, вот если бонусная глава мне понравилась, то основная глава мне не понравилась. То есть какая-то средняя оценка. Вот если бы я, допустим, был покупателем и купил бы не коллекционное издание, я бы был очень сильно разочарован. И четвертую часть я бы наверняка не купил. Ну, только если предварительно поиграв в демку. А вот в данном случае я не то что удовлетворен в плане того, что я хоть что-то интересное в игре увидел, но что четвертую часть я бы попробовал. А вдруг разработчики что-то интересное придумают. Но, как вы помните, в самом начале прохождения я говорил, что у четвертой части, все ачивки, друзья, выбили, у четвертой части самый низкий рейтинг. Вообще 3.2 и 3.3 это очень плохая оценка. У нас такие оценки были только у каких-то первых частей, по-моему, Grimfocade. Но в такие игрушки я фактически даже такие игры стараюсь не выбирать. Если я перед тем какую-то серию начинаю, я обычно просматриваю несколько игрушек из серии, чтобы оценки были относительно неплохие на сайте BigFish. И если я вижу, что они не очень высокие, я обхожу стороной эту серию, потому что зачем нам лишний раз расстраиваться от каких-то не очень интересных игрушек. Надо играть в лучшее, потому что, я много раз это говорил, игр выходит очень много, и мы просто физически не успеем пройти даже половину из того, что выходит каждую неделю. И у нас в неделю, когда у меня все хорошо по времени, одна-две игры примерно так получается. Так что, эта игра оставила у меня противоречивые чувства, но вот эта параллель между первой и второй частью, она прослеживалась на протяжении всей игры. И в конце, как отдушина, у нас получилось сражение с девушкой, с девочкой, антагонистом первой части. Это вот как заключительный такой, знаете, штамп, мне это очень понравилось. Но над головоломками, конечно, надо работать, и в MadHatGames я понимаю их, вот они все делают в пользу экшена. Я вчера про это, позавчера про это рассуждал, что не заставляя игрока блуждать между локациями, мы не теряем динамики игры, то есть мы можем следить за сюжетом. Но для меня оптимальная игра вот в этом плане была от этих же MadHatGames, это была игра DawnWolf. Вот там это было к месту. Там действительно от начала до конца была простроена вот именно вот такая вот структура самой игры. Первая, вторая локация, третья, и у нас какие-то перестрелки там, погони. Это все смотрелось. Там была хорошая отдельная предыстория, в которой нам рассказали о нашем герое. То есть нас не надо было водить. А мы фактически в каждой игре начинаем играть непонятно за кого. Максимум, что мы знаем, он какой-то известный детектив, какой-то известный сыщик. То есть нету героев, нету истории. В Адам Вулфе это было, и поэтому там смотреть за сюжетом было интересно. То есть мы переживали за героя, сопереживали ему. А в данном случае мы просто играем за какое-то пустое место. И разработчики хотят, чтобы мы за это переживали, за это героя, героиню. Не так пишутся художественные произведения. Любая отличная игра, которая получила благосклонные оценки от игроков и высокие отзывы критиков, это игра, в которой очень четко прописан главный герой. А в 90% игрушек в этом жанре этого нету. Поэтому, почему я всегда и люблю, когда идет несколько частей одного, не только персонажа, но и сюжета. И какой-то общий сюжет. Мы знаем персонажа, мы знаем как они думают, как они мыслят. Уже хоть какие-то покрупицы, но мы собираем какой-то рисунок нашего героя. Вот и в этом плане мне очень понравился проклятый отель. Первые три части от Special Beat Games. Там действительно это было очень четко прорисовано. Особенно в первой части, где был один практический поиск, но было очень круто прописано состояние душевного персонажа главного. Его мысли, его какие-то идеи, переживания. И вообще, как он рассуждал в любой ситуации. Будь то критическая, либо какая-то обыденная. Здесь этого практически нигде не встречается. Поэтому, если вы делаете динамику, так вы пропишите героя. Если вы не прописываете героя, так вы сделаете крутой геймплей с запутанными сценами, с крутыми головоломками, обалденными сценами поиска. Здесь получается каша. Хорошие сцены поиска в начале, плохие в конце. Отличная сюжетная линия в бонусе, ужасная в основной главе. Головоломки под откос. Для казуалов, я не знаю там какой класс, не хочу никого обижать, но тоже это не дело. То есть, вот такое какое-то мнение. Поэтому я поставлю игре среднюю оценку семерочку, но она, честно, будет натянутая. Это не хит, но это пройти надо тем, кто играл в первую часть, я считаю, обязательно. Поэтому, друзья, рекомендую для поклонников серии. Но для кого-то стороннего, возможно, эта игрушка не понравится. Да, здесь есть хорошие прорисованные локации, но вы же не будете на них смотреть. Вам надо что-то с этим делать, как-то взаимодействовать. А здесь это делать не ошибка и интересно, к сожалению. Все, друзья, моя оценка 7. Большое вам спасибо, что были со мной на протяжении всей этой серии. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»